На блоке остались двое. Смагин, как наивысший по рангу оператор, и я, как второй парень на деревне, я так себя называю. СИУП, это вторая, в иерархии оперативного персонала, это фактически вторая должность после начальника смены блока. В случае чего, если у него там сердечный приступ, я один имею право его заменить из ниже стоящих. НСС, начальник смены станции, тоже может заменить. А вот на какой-то период из трех операторов только СИУП, старший управление блока, может заменять НСБ кратковременно. Остались мы вдвоем, потому что, как оказалось, есть закрытая ДСП, инструкция, которая не входила в перечень моих знаний. Я ее не знал. А начальник смены блока ее знает. И в случае чрезвычайной радиационной аварии остаются именно вот эти два человека. И в соответствии с этой инструкцией Смагин оставил себя и меня. Где-то через полчаса он отдал мне команду уходить на третий блок, на пульт третьего блока, на такой же пульт. Что я и сделал. Перешел туда и сразу же позвонил Смагину на четвертый блок. Потому что у него было очень плохое самочувствие, у него была уже рвота. У меня была тошнота, но до рвоты не дошло. Он больше у меня бегал. Он на резервный пульт ходил, он и в машинный зал выскакивал, еще куда-то. А я только на питательный узел, вот это, как говорят, задвижки и пульт управления. Ну и немножко там по коридорам. И по территории прошелся, где он не был. Но у него больше маршрута был, сложнее и с большей дозой. Более дозозатратная. Да, и боль его самочувствие было гораздо хуже моего. Поэтому я позвонил ему на четвертый блок, чтобы справиться что и как. Ответа нет. Не отвечает. Звонил несколько раз, нет ответа. Я сказал начальнику смены третьего блока, что я пошел засмагенным на пульт, потому что связь пропала, непонятно что с ним. И между третьим и четвертым блоком его встретил. Он выходил оттуда, последним, я всегда говорю. Как подобает капитану корабля, он ушел последним с блока. Это было около 12 часов дня. Он переобувал бахилы на выходе. Там уже организовали службы радиационной безопасности «Саншлюз», где можно было переобуться, помыть ноги в органцовке, чтобы не разносить грязь на третий блок. И вот с ним мы вернулись на третий блок, на пульт третьего блока. Он отдал мне свой черновой журнал. Сказал, все, дальше ты за меня. Как положено. Все, что делаешь, пишешь в мой журнал. У меня был еще свой, пишем свой, что я и делал до конца смены. А сам ушел, ввиду плохого самочувствия к медикам. И потом попал в Москву, в шестую больницу. Вот так и остался в Москве, живет теперь в Москве. Злучевая болезнь у него, тяжелой степени, но слава богу. Жив по сей день, слава богу. А я, вот я говорил о сюрреализме, я вернулся на четвертый блок. Потому как были команды не прекращать подачу воды в реактор. Всеми силами возобновить подачу воды в реактор. То есть в 11 часов команда была прекратить, а потом опять? Была команда всем покинуть блок, а вода была просто, просто закончилась. Просто закончилась. Но воды же нет, чистой конденсата. Что подавать? Начали воду качать из речки. В эти баки чистого конденсата. Вот нужно было дождаться, пока они заполнятся до определенного уровня, необходимого для включения насоса. И потом уже по ступенькам, там целая схема технологическая, перекачивать ее к реактору. То есть, извини, предусмотрена система заполнения этих баков из водоема? Там можно собрать, как хочешь. Этим занималась группа оперативников под командованием Владимира Абабичева. Он был начальник смены очереди. Незадолго доваривали, вели такую должность. Кроме начальника смены блока, еще есть начальник смены очереди. То есть, начальник смены на два блока. Вот он был начальник смены очереди третьего-четвертого блока. Вот он как раз занимался этим. Сам лазил, берег персонал, на себя брал работу, получил тоже высокое облучение, лучевая болезнь. То есть, ты еще на такая дозазатратная работа? Да. Очень дозазатратная работа. Живет в Киеве на Троищине. Вот началось заполнение этих баков, началась подготовка к возобновлению подачи воды к реактору. А основные зачинщики вот этой работы были чиновники из Москвы. Чиновники? Из Москвы. А, ну. Они всеми силами не могли поверить, что реактора нет. Точно так же, как и мы. Много часов не могли поверить. И подавали воду. А не дальше, до них это сложнее доходило. Осознание ситуации. Они настаивали их не прекращать подачу воды к реактору. Ну, а мы взяли под козырек и выполняли эту команду. Ну, в принципе, это и не могло было быть. Где-то в 4, ой, в 3.40 вечера под конец смены. Было воды, наконец-то, достаточно. А я периодически ходил всю вторую половину дня на четвертый блок, контролировал заполнение баков чистого конденсата. Там было нужно делать кое-какие-то другие приключения, в том числе нужные для третьего блока, похлаждающей воде. Отключал ненужное оборудование, которое молотило в никуда. Просто было не нужно. До него, наконец-то, добрались. Сказали, что вот оно ни к чему. Его нужно остановить. Уходил отключать. Где-то без 24. Воды было достаточно, чтобы включить. Я позвонил начальнику смены станции. И робко сказал, ну я иду включать насос, подавать воду. Я надеялся, что команда будет отменена. Ну и были опасения, что вот там в эти остатки реактора непонятно в каком состоянии. Может там что-то уже загорелось, накалилось. А мы сейчас плеснем туда воды, если она доходит, конечно, до реактора. Мало чего хорошего будет. Конечно, не хотелось. Я внутренне молился без привлечения. Пришел на четвертый пульт управления. Пришел с Константином Ермаковым. Это человек, который пришел меня сменить. Все идет своим чередом. Авария, персонал приезжает, меняет. Вот он пришел, я уже готов ему сдать смену с таким блоком. Ну вот в качестве передачи смену мы вдвоем пошли. Я еще раз позвонил начальнику сменной станции, уже в четвертый блок. Я еще раз сказал, что я включаю. Включай. Я пытался выключить. На блоке тишина, ничего же не работает. Все стоит. Каждый шорох слышен. И вот в этой тишине слышно, как застонал звук запускающегося двигателя в машинном зале. И выключился. Не развернулся. Я увидел по приборам. Амперметр сделал заброс и на ноль. То есть не запустился. Я с облегчением вздохнул. А насосов-то больше нет. И этот не запустил. Последний рабочий. Я с облегчением вздохнул, доложил начальнику сменной станции. Я думаю, что он с радостью такую же новость воспринял. Все. Я вернулся на третий блок. Позвонил еще раз начальнику сменной станции. Касмена осталась заканчиваться. Спросил, а как завтра? По графику? На работу? С утра? Хорошо. Пошел санпропускник. Переодеваться в свою одежду личную. А сказал мне начальник сменной станции, что теперь мы не выходим по промплощадке на АБК-2. Там грязно. Идем по золотому коридору на первый блок, на АБК-1 и там выходим. У меня вещи в санпропускнике втором. Вышел, в душ пошел на установке проверки загрязнения в Руси. Проверился. Грязно. Правая ладонь и правое бедро. Пошел мыться. Мылся, мылся. Несколько раз. Ну, не отмывается. Ну, не отмывается. Неснимаемая, на неснимаемые нагрязнения уровни. Немножко другие, более свободные. Ну, никто же не будет сдираться вместе с кожей это. Оделся в свою одежду. И на выходе, на АБК-1, мне очень хотелось проверить свою личную одежду. Джемпер, джинсы. Потому что я в этой одежде прошелся по территории, по промплощадке, перешагивал через графит. А для симметриста нет. Потом я узнавал, что он там был все время, но в какой-то момент отлучился. И, видимо, я вот так покрутился, покрутился. Но нету и все. Ладно. Сел, поехал на автобус в город. Из-за этого задержка была. Я долго мылся, долго ждал этого дозиметриста. Поэтому не в пять часов где-то в город вернулся, а позже. А на следующий день я померил тоже самую одежду. Меня у нее еще заставили снять. Она была грязная. Джинсы и джемпер. Джинсов было жалко. На тот момент джинсы. Да, по тем временам джинсы. Обувь сняли, потому что я пошелся. Мне дали какую-то там спецодежду, спецобувь с заклепками. Синяя такая, роба. В таком виде я приехал в город. Это вот на следующий день. В пустой город. Эвакуированный. Сюда в 27-м. Было полно автобусов, ненужных, невостребованных, которые... Вот вся улица Ленина, это от ДК и до выезда из города, она вся была забита пустыми автобусами. То есть автобусов нагадали с запасом. Загадали, да. С запасом взяли. А на вторую смену чем занимался? Третий блок. Расхолаживание. За тем же пультом на третьем блоке расхолаживание третьего остановленного блока. Расхолаживание как-то шло туго и медленно. Есть нормативы по скорости расхолаживания, потому что железяки при... Ну, плеснуть на раскаленное железо, он начинает коробить, деформация при слишком быстром охлаждении. Поэтому есть требования по скорости охлаждения. Но есть вариант аварийного расхолаживания. Там допускается иногда, в качестве исключения, более быстро расхолаживать блок, оборудование. Те же барабай-сепараторы. Ну, там шло как раз очень медленно на третьем блоке. То есть на четвертый блок ты уже не ходил? В те дни нет. Еще третий день я отработал, также на третьем пульте. Тоже за пультом. Ну, там фактически я был уже... Ректор фактически был расхоложен. Просто отслеживание режима. Такой дежурный режим. Жили еще в Припяти или уже сказочный? Нам посоветовали в Припяти, ну, во-первых, операторов не эвакуировали, нам посоветовали кучковаться, не жить по одному, на всякий случай. Ко мне подселился в квартиру товарищ, который жил в общежитии. Он ко мне, я ему предложил, он переселился. А у меня тогда уже была однокомнатная квартира, я два года жил уже в квартире. Там давали быстро жилье для молодых специалистов. Настройщиеся, да. После третьей смены, после аварийной смены, вечером по телевидению появилось сообщение об аварии, когда уже население было эвакуировано. Помню, мы сидели, обсуждали ситуацию, все и как, у кого там была тема, была вольная тема еще, у кого куда эвакуировали семьи. Найти потом. Да, нужно было найти. И вот уже, наверное, к полуночи заходит в квартиру ко мне, приходит, жил на том же этаже, мой товарищ, Саша Король, однокурсник Топтунова-Люни, и сообщает, проводится эвакуация операторов из города. Вот сейчас, вот прямо ночью собираетесь, выходите на центральную площадь, возле радуги, стоит автобус, собирает людей, нас вывозят. Он пришел в белой одежде, в Припяти человек в белой робе, как на станции. Это как графитовые блоки на площадке. Да, да, да. Ну что, стали собираться, собрались, вышли туда. А он еще сказал, что местами в Припяти один рентген в час. Ветер повернулся, уровень ухудшился, поэтому пора эвакуировать и остальных, не только население. То есть это было уже 29-е. Но я знаю, что некоторые задержались чуть ли не до середины мая в Припяти, потому что они были нужны поближе к атомной станции. Например, Карпан где-то 7 или 9 мая только уехал. Он был тогда, работал в отделе, научно-исследовательский отдел, он занимался вопросами ядерной безопасности. Он был нужен на подхвате. Он долго оставался в Припяти. И вот, да, где-то под утро, наверное, часам к 4 нас только привезли в лагерь сказочный, уже светать начало, начали расселять по панерским баракам. Помню, когда стояли в автобусе возле радуги на центральной площади Припяти, ждали, пока народ подтянется, долго ждали. У кого-то были электронные часы, не механически модно тогда было. Тогда это было дорогое очень удовольствие. И вот вызвало оживление то, что они показывают там 72 часа 95 минут. Народ физики понимает, что ионизация воздуха из-за радиации. И на часы повлияло. Еще такой сюрреализм был. Не только подача воды в восстановленный реактор. Да вот насчет подачи воды в реактор, которого нет. Это было нужно по всем канонам, правилам эксплуатации и по здравому смыслу инженерному, пока не было ясности, в каком стане реактор. Чтобы не сложилось впечатление, что вот эта идиотская ненужная работа мы там все и занимались. Я скажу, это очень важно. Я считаю, что всегда, когда я рассказываю что-то, то, что я сейчас скажу, это самое главное из того, что я говорю. Очень важно то, чем еще занимались операторы. В первые часы, в первую ночь, в первый день после аварии. Ну вот такая деталь. Пожарные сделали свою работу до 6 утра. Ни у кого нет вопросов, чем они занимались. Там все ясно. Это их работа. К утру они справились и ушли оттуда. А мы, операторы, оставались на блоке до 4 часов вечера. Зачем? Кому это надо было? Что мы там делали, кормить подачи воды, которая была не нужна на самом деле, как оказалось позже. Ну и вот, вот такая разная, разная продолжительность пребывания на блоке, она имела и разные результаты. Из пожарных погибло 6, из числа операторов 2 десятка. Это еще были люди, двое в командировке, двое из охраны, тоже погибшие. Шестер и два десятка погибших из числа операторов. В этот момент тоже большинство людей во всем мире этого не знают. И вот похороненные на медицинском кладбище все считают уверены, что это пожарные. Это не так. Что же делали операторы, вот мои коллеги, я там позже, на блоке. Я выделяю 5 задач. Первое. Тушит огонь. Это делали не только пожарные. Персонал этим занимался внутри. Внутри, да, было много шагов загорания, с которыми нужно было справиться. У персонала периодически проводятся противопожарные тренировки. Пожарные приходят ответственно, консультируют, инструктируют, все эти тренировки организовывают. То есть учат пожарные операторов. Пожарные операторы разбиты на пожарные команды. Расписано, кто к какому рукаву, куда бежит, что делает в случае пожара. Ну и еще такой момент. Воду для пожарных качают операторы. То есть они сами по себе не тушат. Это не тот вариант, когда тушат из бензона, из бака воды на пожарной машине. Пожарные системы обслуживают тоже операторы. Это совместная работа. И операторы, естественно, этим занимались. Второй момент. Нужно было найти и спасти пострадавших. Как известно, всех вынесли, отправили к медикам, кроме одного оператора Ходомчука, который по сей день остается. Я к краемуху слышал, что вроде бы нашли останки. Я думаю, что это неправда. Ну где-то вот он саркофаг. Это саркофаг Валерия Ходомчука в том числе. Залито все. Вот эта вот работа спасения пострадавших нужно было вынести. Она была чревата тем, что находили раненого, травмированного, загрязненного, крайне загрязненного оператора, взваливаясь на плечи, относили в медпункт, а потом на плечах радиационные ожоги и там в других местах. То есть эта работа была не только вот необходима, но еще в таком плане опасна. Я не тушил огонь, я его не выносил. Это не мои задачи, я этим занимался. Я пришел позже. Я в 7 утра пришел, в начале 8-го. Вот следующая задача. Разведка. Где и что в КПП. Для меня эта работа началась еще на КПП. Я начал смотреть, изучать, КПП. И это оказалось существенным. Я потом сказал, что я видел. И, соответственно, возникает вопрос, что же мы делаем. Разведка ситуации. И радиационная разведка, и состояние оборудования, здания, помещений. Четвертая задача. Перевод оборудования в безопасное состояние. Вот то самое удаление масла, чтобы оно не загорелось. Отключение ненужного оборудования, снятие напряжения, потому что операторы бегали. Многие попадали на разорванные провода и их било током. Просто-напросто. Кто-то попадал под струи пара. Все это нужно было перекрыть, остановить, отключить. Тоже нужна работа. Кроме удаления масла из турбины, очень показательный пример и широко известный, это удаление водорода из генератора, который бы просто взорвался бы, если его оттуда не убрать. Вот загорелось бы 100 тонн масла и взорвался бы водород, совсем было бы нехорошо. И, наконец, пятая задача, это подача воды. Кроме подачи воды, которая была нужна, скажем так, юридически, потому что мы обязаны это делать в той ситуации, но инженерная, она, как оказалось, не нужна и даже вредна. Вот все четыре остальные задачи были крайне необходимы, крайне важны, их делали, и они забрали жизнь операторов. То есть это было сделано. Если кто-то до сих пор считает, что то, что делали операторы на блоке после взрыва много часов, это было барахтание, сумбурное, это неправда. Были конкретные задачи, и они выполнялись с ошибками, как с той же водой. Но ошибка, она... Вот подача воды. И вот у меня было понимание внутреннее, и у многих я думаю, что это не нужно делать, но правила требуют. Я привожу пример такой. У нас есть больной, лежит в тяжелом стоянии, медики сказали, все, мы бессильны. Мы не можем спасти, человек умирает. Я это услышал, я это знаю. Я бегаю по знахарям, колдунам, экстрасенсам, ищу какие-то народные средства, то есть до последнего, хотя знаю, что это бесполезно. Хватаюсь за соломинку. Вот та же ситуация была. Психологически это вот близко было к этому. Согласен. С этим сравнением с больницей, с больным, мне совсем недавно пришла в голову такая мысль, такое сравнение. Вот есть больной, убирающий, есть главврач, есть лечащий врач, есть там уборчество, которое убирает, санитарка, которая там меняет какое-то оборудование, медсестра, которая уколы делает, служащий, персонал большой, есть министр здравоохранения, есть человек, который сидит рядом и держит за руку, и больной умирает у него на руках. Вот четвертый блок умер у меня на руках. Фактически. Я это первый раз говорю. Но фактически это получается так. Я вот держал за руку, я был за пультом, смотрел ему в глаза в этот момент. Это небохвальство, это не заслуга. Ну, просто вот получается так. Некоторые моменты осознаются, проходят много-много лет. Осознаются, например, я только через 25 лет понял, что я оказался волей и судеб, это не заслуга моя, так и сложилось. Я оказался фактически последним человеком, который нажимал кнопку на четвертом блоке. 25 лет прошло, я извиняюсь. Не придавал просто этому значения. Да, не придавал значения. Я не знаю, что еще мне откроется через со временем, но вот какие-то моменты открываются. Память хитрая штука, или даже не хитрая, наверное, интересная штука. Да, и память и какой-то вот анализ происходит. Возможно, уже что-то стирается, какие-то детали, возможно, мешали вот такому обобщению, такому взгляду со стороны, а со временем отстраняешься, немножко идешь по-другому. смотришь. Удивил. Я еще... Приятно удивил. Да. Я бы так скажу, если это применимо. Вспомнил момент с рукой, я говорил, загрязненная рука. Опять же, через много лет я только понял, скорее всего, это я вот руку, пожалуй, топнувую с утра, взял на себя его радиацию, и несколько дней с ней ходил. голой рукой хватил. Ну, я там петузел закрутил, там же, где и он. Этими местами я топтунова не терся, конечно, но вот рука, скорее всего, это от рукопожатие. Ну, ты же крутил-то в перчатках? Да, само собой. А тут, да, прямой. Топтунов особый... Говорят, что когда его привезли в Припять, медсанчасть, он начал распухать. Его лицо сильно распухло. Вообще, чрезвычайно интересный и такой трагический персонаж во всей этой истории. Многие считают его крайним, что вот... Он нажал кнопку, реактор взорвался. Но он сделал то, что он должен был сделать. Кнопка возбраняется нажимать. Аварийная защита этого рода, это... То не то, что не возбраняется. Он обязан был... Да, это аварийный тормоз для реактора, который нажимаешь, и реактор останавливается. Но он сработал из-за плохой конструкции реактора. Я когда говорю о конструкции реактора, я имею право в этом говорить, потому что по образованию я конструктор. Я проектировщик. Я отдельный реактор, заканчивал кафедр, долежали, академика. Работал я оператором, это совершенно другой взгляд на реактор. Но по образованию все-таки конструктор, имею право на свои суждения в этом плане. И главное суждение в этом плане то, что главная причина это плохая конструкция реактора, которую частично исправили, реакторы модернизировали после аварии. Но не все удалось, не все возможно в принципе устранить с этой модернизации реакторов после аварии. Там своя история. После модернизации все реакторы, когда реакторы опять возобновили работу, провели измерение физических характеристик реакторов на одном из реакторов Чернобыля и на Курской АЭС. Проанализировали, собрали это в отчет и отчет быстро засекретили. Это был 87-й год. Это год после аварии. Вот это. Я вас фотку и покажу. Это титульная страница этого отчета. Так вот в этом отчете его же можно уже? Да. То есть я его отсканирую и выложу? Украина сняла грехсекретности уже с этого дела. Но он был настолько засекретичным, что мне в руки он не попадал. У него много разных документаций, в том числе секретные было. Но вот это мне попало только лет через 20 после Чернобыля. Он хорошо лежал где-то. Главный момент интересный в этом отчете заключается в том, что авторы написали, что в некоторых ситуациях реакторы после модернизации проведенной стали хуже, чем были до аварии. И они становятся неуправляемыми. Это через год после аварии? Да. Каждая половина реактора ведет самостоятельно, а у оператора нет возможности на это воздействовать. Красиво. И все это взять и засекретить и на работающих реакторах не останавливая пытаться все это устранить. Хотя многие моменты не устранены. Секрет вообще красивая отдельная тема Чернобыльской истории. Я бы вернулся к Топтунову. Да. Трагическая личность, такой персонаж Чернобыльской истории, потому что на него многие переводят стрелки, считают ее виновником. Хотя это не так. После аварии я много контактировал с его отцом. Отец в молодости служил долго в Байконуре, работал в программе подготовки полетов. В первых космонавтов Гагарина был знаком с этой командой. Он в технических службах был как военнослужащий под погонами. Он мне показывал фотографию, где стоит он, Гагарин, и Гагарин держит сверточек ребенка в руках. И вот он рассказывал отец Топтунова Федор Данилович, что Гагарин держит Людю Топтунова маленького. Вот представь себе такой момент в жизни человека. Я был в руках у Гагарина, первого космонавта Земли. Это на всю жизнь бы хватило рассказывать, вспоминать за чашкой где угодно. Но Леня Топтунова вошел в историю, и он личность может быть не менее значимая в истории, чем Гагарин. У него своя абсолютная история, история человечества вошел, не только в чернобыльской истории. Его причастность, такая своеобразная причастность к истории, но она, в отличие от Гагарина, его, наверное, по имени-то большинство не знают. Но знают, что был какой-то человек, который нажал кнопку, реактор взорвался. Это знают все, даже не зная его по имени. И вот я хотел проиллюстрировать из своего опыта, воспоминания, так сказать, личных, значимость этого человека. Как-то я беседовал с одним чернобыльским туристом в Киеве, разговор затянулся, рассказал ему про руку, грязную ладонь, рассказал про Топтунова, он говорит лично были знакомы с Капимовым, Топтуновым, Дятловым. Он оказался подкованным, француз, или немец, француз все-таки. Знает всех персонажей, фигурантов, основных чернобыльских. И вот оказалось, что у него день рождения, он себе сделал подарок, поехал в Чернобыль, в Киев, в Чернобыльский музей к своему дню рождения. Я его поздравил, пожаловал ему руку, дню рождения, и меня осенило. что я ему передаю рукопожатие прямой от Топтунова. Для него это было, я ему сказал об этом, для него это было счастье. И вот этот такой случай меня побудил к тому, что я начал злоупотреблять этим, иногда раздаю рукопожатие, и это воспринимается с интересом. То есть персонаж, такой, историческая личность, как Топтунова, его знают. у меня был еще случай, где-то, наверное, с год назад, я пошел в школу забирать внука из школы, он тогда был в третьем классе, он говорит, мой друг, Кирилл, не верит, что ты был в Чернобыле. вышел, я был в Чернобыле, работал на четвертом блоке, показал ему фотографию, где я за пультом, у меня на телефоне была. Он говорит, девять лет мальчику, говорит, и вы знали Топтунова, Акимова, Дятлова? Ничего себе. Я был потрясен просто. Ну, конечно, это фильм Чернобыль, HBO, добавил интересы, но ребенок, он уже интересуется, он уже знает. Я говорю, да, знал. Он говорит, ну, теперь я в жизни видел все. Да. А как сложилась твоя жизнь после? Когда ты закончил на станции работать? Или когда тебя вывели оттуда? Так, наверное, будет правильнее сказать. В начале мая, пока я был со всеми операторами в пионерском лагере сказочный недалеко Чернобыля, тогда уже мне просчитали, первый просчет был, который работники ЧАЭС, доза облучения, ну, почти 25, почти разрешенная аварийная доза, этого достаточно, чтобы не запретить работать. То есть, ты вот здесь побудь, мы определимся, что с тобой делать, но на станцию тебе ездить нельзя. Я там, помню, какие-то хозработы, робу привозили, разгружал чего-то, там воду подносить нужно было куда-то. И вот я болтался там до середины мая. В середине мая мне сказали, бери отпуск, уезжай куда хочешь, мы тебя, только сообщи нам, где ты находишься, мы тебя вызовем на пуск осенью, скорее всего, пуск третьего блока. Такие радужные планы были. Хорошо. Я уехал в Ленинград, сначала в Киев, а из Киева в Ленинград, там жена жила, была на пятом месяце в положении. Прошел в Ленинграде на вокзале, вышел из поезда, пошел прямиком в санкт-петербург станцию проверить, что же буду к беременной жене радиацию привозить. Там меня обмерили, на сече померили, все вещи перемерили. Что-то забрали, не помню, из вещей. Все-таки что-то. А, туфли. Я купил в Киеве туфли замшевые, прошелся как-то один раз по Киеву в них, в Ленинграде меня забрали, после Киева они оказались грязные. Где-то вступил, зацепил что-то где-то. Причем забирали нас совсем, там при эпидемистанции была спецхимчистка, которая все это прочистила, а потом я забрал. Хорошо. Да. Хорошие туфли были замшевые. Крутые замшевые. В Ленинграде какое-то время я был у жены и как-то гуляючи по Невскому проспекту сам, я выехал по каким-то делам, встречаю коллегу с Чернобыльской АЭС, который работал с СИУТом, который потом перешел в КГБ. он уже был тогда в КГБ и говорит, что ты тут делаешь, тебя ищут, тебе дозу пересчитали, тебя ищут на обследование, у тебя за 100 бэр. Порядку дозна, я же не знаю. Ну, я из Ленинграда дозвонился, тогда уже оператор и персонал базировался в другом месте в санатории возле Лесная Поляна возле Тетерева. Тетерев, по-моему, да. Дозвонился туда медикам, сказали, да, ты нужен нам для обследования. Я туда летом, это уже лето было, переехал, меня две недели обследовали, там были уже некоторые лучевики тоже обследовались, которые уже выписались из Москвы. Я выписался и тогда было модно составлять акт о несчастном случае на производстве. Этим занималась Чернобыльская АЭС. Но для этого акта нужно было заключение медиков. Вот я съездил на ЧАЭС, мне сказали, нужно заключение медика, я повернулся к медикам в этот санаторий, попросил заключение какое-то, у нас тут московская медицина, медицина из Челябинска, понаехала. Все меня сказали, нет проблем, сейчас напишем, принеси там карточку с регистраторы, главврач. Пошел в регистратору и там медсестра, отвлекаясь на разные прочие дела, искала, искала, долго мою карточку, не могла найти, потом что-то я синила, сказала, а, открыла сейф, вытащила несколько карточек, мою и лучевиков, в том числе, сказала, не, я вам не могу дать, идемте, сама отнесла главврачу и главврач начала, а зачем вам эта справка? Я говорю, жене я покажу, что я, она сказала, вы практически здоров, я говорю, ну и жене покажу, что я здоров, это ж классно, что я здоров, но мы таких справок не даем, ничего не дали, не дали справку, не дали справку, но дали заключение ВКК, врачебно-коррекционной комиссии, что по состоянию здоровья мне противопоказана дальнейшая работа с радиацией. Раз противопоказана работа, я начал искать другую работу, пришел в отдел кадров черновой с КАЭС, а я все еще чистился на ЧАЭС без получения зарплаты. В отделе кадров мне сказали, ну что мы можем предложить, ну вот Зеленый Мыс, этот городок, новая база для операторов, там есть кочегарка, можешь кочегаром, можем тебя устроить. Я поехал туда, посмотрел, мне не понравилось, а другой, мой коллега с лучевой болезнью, там устроился и работал, Гошимов Марат. Я, кстати, когда утром приехал, он был за моим пультом, Борис Толярчик, он ушел чуть раньше, его не застал, а заступил на пульт Марат Гошимов, а я уже сменил Гошимова. Вот он устроился, работал, а я не захотел, я не захотел, искал дальше, октябрь, мне в очередной раз стало плохо, ухудшилось состояние, тут в Киеве как раз организовался центр радиационной медицины, я туда пошел, попросился в пациенты, оказался шестым по счету пациентам в этом центре, там я был полтора месяца, выписался аж в декабре, обход делал сам министр здравоохранения Романенко на тот час, ходил по палатам, смотрел нас, когда я выписался в декабре, мне сказала врач, диагнозы связаны с облучением, запрещены, мы не можем ничего написать, а я там еще простудился вдобавок, мне до банки ставили, такой крутой народный метод лечили, кроме всего прочего, и мне на первом месте в списке диагнозов написали ОРВИ, а потом уже написали бигетососудистая дистония, О, это самое распространенное, сказали, мы вот это можем написать, но больше никак не можем, нам не положено, это вот, вот я выписался, пошел в очередной раз в отдел кадров работу искать, организовался как раз учебно-тренировочный пункт, базировался он в Киеве, и я туда пошел на работу, и работал там больше года, года полтора, наверное, в случае веков, в основном были тех, кто перенес лучевые болезни, потом мне предложили, я согласился, ушел инспектором госотомнадзора, там я еще поработал полтора года, параллельно закончил факультет журналистики при Киевском университете для людей с высшим образованием, двухлетний факультет, и уже имея диплом журналистом, мне предложили пойти в парламентскую газету «Голос в колене», я не раздумывая согласился с потери зарплаты. У меня тогда был зуд написать правду про операторов, потому что столько вранья было, я хотел, но я начинал с вечерки, вечерний Киев, мне сказали, хорошо, классно, давай мы тебе дадим другие задания, вот под скорочтением есть, например, уникальный случай, там девочки читают десятки тысяч знаков в минуту, напиши об этом, у тебя получается, а по Чернобылю тема запрещенная, мы не можем, да? Да, да, знакомо. Ну я вот так вот зацепился за журналистику, и когда мне предложили «Голос в Украине», я с радостью перешел, уже имея какой-то опыт написания, публикации, а через четыре года работаю в «Голосе Украины», хорошая школа, парламентская газета, перешел в агентство «Униан», и там работал до 2015 года, пока окончательно не пошел на пенсию. Вот, если коротко, так вот, после аварии судьба, но еще занялся с 2000-х годов живописью. Вот, вот, об этом я отдельно хотел, да, то есть ты будучи в Припяти не имел тяги к изобразительному творчеству, так будем говорить? Так получилось с самого детства я очень любил рисовать. Ну, как все, любил и любил, ну, может быть, что-то у меня получалось, я в школе во всех классах, там, наверное, с первого по десятый был редактором классной газеты, иногда школьной. Оформлять все это нужно было. В МВТУ мне Баумана в вуз чисто технический, но там была кафедра рисования. Нам ставили модель, нам рассказали свет, тень, полутень, все это дело, все тонкости графического рисования, графика, это была графика. мы вот этим занимались, был зачет, была контрольная работа, все это. Короче, академическому рисунку меня научили. Мы не рисовали лицо, там, голову, тело, у нас были же были, ну, такие детали, машины или сложные фигуры. У нас регулярно было упражнение на развитие пространственного воображения. Нам давали какую-нибудь простую форму, например, кубу или шар, или конус. И умозрительно нам предлагалось сделать из него какие-то деформации, вырезы, выемки, углубления. И вот рисуешь, получаешь, разрезы. Мне это настолько нравилось, это у меня так получалось, потом это у меня ушло в живопись. В живопись меня не учили, в живопись я самоучка. И вот это вот занятие резать объекты мне понравилось, потом у меня есть натюрморты с резаной посудой. Так вот откуда у тебя это, да, я же помню твои те работы, мне кажется, что вот когда я режу объект, мне кажется, что я его более полно передаю форму, не только снаружи, но частично изнутри. Притом, при всем, все остается на их местах, гармония, форма сохранена. Это не деструкция, некоторые говорят, ну это разрезано, это все разрушено. Оно не разваливается, оно не деструктивно, я считаю, что это наоборот подчеркивает гармонию. А вот, например, мое любимое, из посуды резаной, это, наверное, это было раньше, вот этот. А вот это, да, это типа у меня у тебя, в натуре еще. Да. Так они и пропали, да? Нет, это осталось, это, слава богу, у меня успели купить. Ну там была несколько покупка, сколько жест, мне взяли работу, и мне компенсировали, скажем так, щедро компенсировали. Это живет в Париже, вот это пропало, при странных обстоятельствах, вот это, вот это работа у меня пропали, вот эти висят, в этой галерее, где мы находимся, вот эти работы. А что это? Вот это не висит. Эта работа осталась в Севастополе, там раз в два года проводится биеннале абстрактного, биеннале абстракционизма, там есть объединение художников, которое называется Академия абстракционизма, они это все проводят в местном художественном музее, в Севастопольском. Я там регулярно участвовал, но с 2014 года я прекратил. Последнее участие мое было в 2014 году, там была абстрактная акварель, я сделал акварельку абстрактную, разрезал ее пополам и назвал две части одного. Это был февраль 2014 года, буквально перед всеми теми событиями, когда Украина и Крым стали двумя частями одного целого. Символично очень. Вот так случилось. Эта работа была там еще раньше, она осталась в фондах музея. А это в коридоре висит здесь. Я вот честно скажу, в абстракционизме практически ничего не понимаю. Это же что-то символизирует, что ты что-то хочешь... Вот Василий Кандинский, в какой-то степени основоположник абстракционизма, у него было так, что он как-то с вечеринки возвращался домой, а у него работники повесили картину, где там в коридоре нечаянно вверх ногами. А это была не абстракция. И он не смог понять, что это. Ему настолько понравилось вот это просто пятна. И потом он писал, что абстракционизм нельзя как-то описать, что оно значит, а что вы это тут хотели сказать, а какой смысл в этом. Абстракционизм... Но при всем при этом есть особенность абстрактных работ. Нравится, но никак не воспринимается и никакие ворота не лезет. Вот это подчеркивает, что что-то есть, но это что-то нужно уловить и поймать. Лидер Академии абстракционизма в Крыму считает, что абстракционизм искусство элитарное, не всем понятное, и не всем доступное. Потому как оно еще и дорогое. Вот это, кстати, работа, я считаю, на части чернобыльской. Называется она «Инициация». Я вообще-то почему-то именно о чернобыльской площадке и подумал. Ну вот эта вот часть мне чем-то напоминает. Четвертый блок, этот портуберанец. Ну это нужно иметь долю какой-то испорченной фантазии, чтобы все это... Вот это называется у меня «Знаки Чернобыля». Я думал тут еще красную кнопку нарисовать. Ну что, блин, интересно. Ну, сори. Тот самый случай. Это, как говорят, скандал. Но в галерее черный квадрат Малевича месяц провисел верх ногами. Вот эта работа была сделана для выставки в этой галерее в 2015 году к 100-летию Черного квадрата. Называется «Небесный квадрат». Вот он гуляет. Да. Он подвижный. Я уже вижу. Да. Он, кстати, тоже где-то здесь в галерее, но он в фондах. Сейчас он не вывез. Это называется «Оптический орд». Расскажи еще про ваше общество. В начале 2000-х в начале 2000-х я познакомился с группой художников под названием «Стронцы 90». 90-е не потому, не только потому, что это порядковый номер «Стронцы». Они образовались в 90-м году. У них есть манифест. «Стронцы 90». Мне понравились их идеи, экология, экологическое существование человека, переосмысление места человека в этом мире, особенно после Чернобыля. Я к ним присоединился, занялся живописью. Здесь мы стоим на фоне работы, которая называется «Тральф. Туман». А мы еще, то, что мы делаем, называется «Тральф. Реализм». Кроме «Стронцы 90». Послевоенные годы в Америке был художник Джексон Поллок, который первый внедрил такое понятие как «дриппинг». В переводе с английского это «разбрызгивание». Галейка, лидер группы «Стронцы 90», родился 11 августа 1956 года, в тот самый день, когда Джексон Поллок погиб в автокатастрофе. Галейка скромно говорит, что он есть реинкарнация Поллока, и он очень любит тоже дриппинг. Вот эту работу мы сделали в день 50-летия. Галейка. Так вы до сих пор собираетесь что-то делать? Да, собираемся, делаемся. У нас уже немножко другой состав, расширительный. И раньше тоже состав менялся, больше, меньше, присоединялись художники. Немножко другой состав, в новом составе мы, например, вот эту работу делали. Это не совсем Стронцим, но это тоже в четвертом делали. Есть еще работа, ликвидатор называется, которой здесь нету. У меня в фотографиях. Продолжаем работать. То есть сейчас твоя жизнь по сути дела в этом? Или часть твоей жизни? Это важная часть в этом тоже. Концевые эффекты впервые обнаружили задолго до Чернобыля, в 87-м году на Геннолинской АЭС. И все это было успешно засекречено. То есть это не пошло в инструкции для персонала, чтобы они знали о таком подводном камне. И не пошла в инструкции для персонала, не пошла информация о важности запаса реактивности, что именно низкий запас реактивности позволяет сильнее проявиться вот этому концевому эффекту. Более того, была программа, которая, программа НРВМ, которая на блоках рассчитывала величину запаса реактивности, она была несовершенна. Она не учитывала все параметры реактора. Она выдавала очень неточные, очень заниженные результаты, операторы это знали. Не учитывались, например, стержни, которые не сверху пускаются в реактор, втягиваются снизу в реактор. И были другие моменты, из-за которых показания были всегда занижены. Если оператор получает информацию по этому расчету, что запас реактивности 10, то он знает, что это не 10. Если 15, то он знает, что это на самом деле больше. Кроме того, не было прибора оперативного контроля, который просто бы показывал этот важный, чрезвычайно важный параметр, как оказалось. Можно было заказать этот расчет на ОВМ, то есть позвонить дежурному инженеру вычислительной техники. Он запускал расчет, 5-10 минут расчет, потом он допивал чай, из другого конца блока по длинному коридору приносил распечатку. Проходило 10, а то и 20 минут. Это неоперативный контроль. И приборы перед лицом Сиура, оператора, которые показывали бы этот параметр, появились на реакторах РБНК только после аварии. И концевой эффект устранили только после аварии, переделали конструкцию стержней управления защитой реактора. Это первый момент, концевой эффект, который в некоторых ситуациях дает разгон реактора вместо его заглушения. Второй момент, паровой эффект реактивности. на Западе называют пустотный эффект, это наверное правильно. Если в реакторе образуются пустоты, то ли это пузыри пара, то ли воздух попал туда, то это провоцирует усиление цепной реакции. Вот закипает вода, образуются пузыри, это способствует усилению цепной реакции, больше разогревается топливо, это еще больше подогревает воду, еще больше пара, еще больше снежный ком. Концевой эффект дает всплеск мощности, вода сильнее закипает, больше пара, а дальше включается паровой эффект, который разгоняет до взрыва. Вот это два момента, два изъяна в конструкции реактора, которые вылезли боком в ту ночь. Но кроме этих изъянов, еще до аварии энтузиасты проводили исследование проекта и выявили 32 нарушения правил проектирования в атомной энергетике. Тогда это не очень было воспринято ко вниманию проектными организациями, но это уже гуляло. Вот это технически два момента, которые привели к взрыву, но еще раз, без всякой техники, чисто если обратить внимание на политические моменты, официальные отчеты, запрет говорить об истинных причинах аварии, по-моему, у меня тут есть, или уже нету, у меня есть, наверное, в электронном виде, тот самый документ, перечень, перечень, да, нету, значит, перечень запрещенных тем, о которых мне, КГБ не разрешило рассказывать, был на трех страницах, но на первом пункте истинные причины. у тебя есть. Да. Я люблю про секретность рассказывать еще, которая была вот как раз концевой эффект, вовремя аварии, это понятно было много чего, и вот после аварии, то, что я упомянул, в 87-й год, это секретность, вокруг Чернобыля эта песня отдельная. Ну, секретность была вообще в атомной энергетике, потому что она вышла из Средмаша, по сути дела, из военного ведомства, это понятно. И плюс это... Ну, и потом еще репутационные моменты, политические моменты для Советского Союза. Это реалии того времени, которое так было. Я бы не говорил, что это плохо или хорошо. Это так было. Это мы сейчас, конечно, уже по прошествии в 30-40-м или еще можем посмотреть и сказать, а, это плохо было. Ребята, ну, это же другое время было, совершенно другое, другие люди, другая система информационная, политическая, все было другое. Мы были другие. Я вдруг спросил, вот как-то несколько месяцев назад спросил, а что же Ребята разорвался, ему там коротко рассказал. Он говорит, простой, хороший вопрос. Говорит, а почему засекретили настоящие причины? Классный вопрос. Вот как раз Советский Союз боялся репутационных потерь. Все, на этом будем заканчивать. Спасибо большое. Дай Бог тебе здоровья. На здоровье, взаимно. Спасибо. Спасибо за интерес. Будем жить. Долго и счастливо. Юра Корнеев это машинист на турбинного цеха на 4-м блоке. Во время зрела он был в марш-зале, в турбинном зале. Услышал грохот вверху, он поднял голову и увидел, что у него падает бетонная плита. Он естественно первая реакция убегать. Он начал бежать, плита упала у него за пятами и вот пока он бежал, несколько плит у него за пятами одна за другой когда на него упали. Сейчас по фотографии, если взять эту фотографию, видно на крыше марш-зала вот такая череда плит проломанных, от которых уникал его корней. Он убежал, у него доза за 600 Бэр остался жив. Это смертель был живой. Вообще эмоциональное восприятие того, что происходило, оно у всех разное и как-то по-разному описывается. У меня было самое сильное впечатление, когда я видел разрушенный блок, волосы стали дыбом кормом. Это было самое сильное, я видел этот блок снаружи. Потом через какое-то время я общался с коллегой оператором 24-го. Он был ночью, делал то, что нужно вместе со всеми. Он понял масштабы и насколько серьезные. Только тогда, когда он вышел наружу и увидел все. То есть когда взгляд охватывает всю картину. А так я думаю так воспринимается. Внутри только чувствовалась бомбардировка? Наверное, да. Кратковременная, а потом просто. А начали с 27-го так. рискает. и пришлось побегать. Некогда было картину в целом оценивать, были компонентные задачи. А снаружи ты видишь это целиком. Вас предупреждали в какое время будут сбрасывать? да. На следующий день, когда я уже был на третьем блоке, нас запомнили и предупредили, что вертолетчики начинают сбрасывать песок и прочую смесь на четвертый блок. Мы были готовы. И хорошо, что нас предупредили, потому что когда раздался первый удар буквально сотрясений, как от землетрясений, с технической толчат, было очень впечатлило, и хорошо, что мы знали. И потом мы за одним за другим пошли эти удары, воспринималось спокойно, потому что знаешь, что это не новые взрывы, а это работа уже отельского ликвидации последствий, которая еще не закончилась. Да. Да. У меня еще одно из сильных впечатлений, это так называемая авиационная эйфория. Когда утром четвером сбегали на питательный узел, немножко пооткрывали задвижки трубы, через которые идет подача воды к реактору, я вернулся за пульт, взял свой журнал для записи действий, и вот там был такой момент, что я потерял контрольное давление, мне казалось, часа три уже, наверное, уже время обеденное произошло, смена конфередета казалось, только 9 утра, такое смещение было временное. То есть голове прошло больше, чем на самом деле? это технологические, радиационные какие-то штучки. Еще был момент, то, что после этого началось, я ощутил ощущение заряженности, приподнятости, такое, героизм. зарядочка получилась. готовность на любые действия, любые цены, шагнуали по колену, слава богу, это быстро прошло, это называется, как я потом узнал, радиационная эйфория. Великий знак, это явление описано, верная система подстегивается при больших потоках радиации. Но это быстро прошло, началась. классическая реакция, потому что любила работа. Начальник смены диакторного цеха Сергей Камышный принес на пульт воинский оранжевый коробочек такой, аптечка, там были противоработные кобытки, в частности, мы их все прибыли, но это же не то прошло, прошло, у других и работа не прошла, все продолжалось. Индивидуальные дозы? Да, разные дозы, естественно, видимо, разная восприимчивость и разное действие терапии оказалось, скорее всего. Еще один момент. У меня было, что я не мог в самопропускнике отмыть руку и ногу долго, так как я отмыл, ушел с блока. А еще в самопропускнике я обратил внимание на темный, такой крепкий загар по всему телу. Руки, кисти рук глицоши были красными, которые были открытыми. А то, что было в одежде было коричневым, бронзовый крепкий загар. Очень быстро. Солярий, традиционный соль. Да, 1-3-4 его не было, ушло. Наверное, молодой организм. Не дремал, работал, противостоял, боролся. Хорошо. В смысле, за чайпигем еще что-то склонилось. и разогрели. Соль. Продолжение следует...